Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях человек, который совмещает в себе любовь к музыке и Отечеству. Солист группы «58-я статья» и волонтер Дмитрий Горляцкий. Привет, Дим! Здравствуйте! Сразу напрашивается вопрос. Твоя группа буквально расшифровывается как осужденные за политические преступления. И при этом ты регулярно ездишь в зону специальной военной операции волонтером. Как ты сочетаешь в себе, на мой взгляд, такие несочетаемые вещи? У меня просто вопрос сразу встал. Надо помочь. То есть для меня лишних вопросов, опять повторюсь, в голове не было. То есть это надо делать. Ну, а группу что? Да, мы поем такие, так скажем, немягкие песни, но дело теперь не в этом. Дело теперь в другом, что надо помогать. Расскажи подробнее, что обычно везете ребятам на передовую, какие отклики получаете и кто вообще поддерживает эту вашу инициативу? Сколько вас? Ну, вообще все по-разному бывает. Я лично в основном вожу печки и детские рисунки. Ну, было такое, да, и картошку, и соленья. Люди привозят сварочные аппараты. Ну, много чего, чтобы ребятам там было удобнее, попроще. Как давно вообще занимаешься волонтерством? Сколько у вас в группе вашей волонтерской? Ну, вообще эта группа волонтерская, как скажем, у нас такого прям нет объединения, что мы прям все есть какие-то отдельные части людей, то есть кучки такие. Одни занимаются тем, одни возят на госпиталя, третий – другое. Ну, наверное, где-то с конца января я этим занимаюсь. Ты наверняка работаешь еще где-то, и как удается тебе вписать в свой жизненный график, помимо добродетелей, еще и творчества? Приходится где-то подрезать какие-то дела, убирать, передвигать. Да, где-то даже приходится на работе подальше оставаться. Вот. Ну, тут менять график. Ну, это все, конечно, для близких боком выходит, мягко скажем. То есть я не все всегда успеваю. Сколько лет группе, о чем поете? Расскажи вообще о своей группе, как зародилось такое название? Достаточно резкое, наверное, и… Я хотел, чтобы это было резкое название, вот, потому что, вот, как бы опять я повторюсь, у нас песни такие социальной направленности, то есть некоторые люди в городе Рязани, музыканты, они не берутся петь такие песни, вот. Ну, сколько группе, наверное, год-четыре, может, где-то так, вот. Мы стараемся делать такую вот более-менее разнообразную музыку, то есть, ну, все идет у нас от панк-рока. Сколько у вас всего человек? Расскажи поподробнее о составе. Ну, раньше у нас было пятеро, вот, у нас гитарист ушел от нас, ну, по своим причинам, он хочет другую музыку играть, он остается в сердце нашим, друг, вот. Так, ну, Александр Васильев, у вас гитара, по совместительству еще брат мой двоюродный, вот. Павел Крамин, наш бессменный барабанщик, вот. Павел Марков, наш, так скажем, мы его называем человек-пароход, человек-праздник, то есть он нас играет на гитаре, на саксофоне и на аккордеоне, то есть вот, что, в принципе, и составляет вот нашу такую вот яркую составляющую. Расскажи, сколько удалось воплотить альбомов или песен на вот этом музыкальном поприще уже за четыре года? Ну, как бы у нас есть два альбома, пару клипов, есть такие довольно-таки выступления, так скажем, легендарные, опять не буду хвалиться, вот. Есть даже было пару отмен концертов, что для нас очень дорого, вот. Ну, третий альбом, вот, он пока у нас застопорился, ждем время, когда ветер попутный подует, так что так вот получается. Ну, планов много, всего прочего. Ну, как говорится, расскажи Богу о своих планах, и ничего не получится. Расскажи, твои альбомы, они обычно какой-то общей идеей объединены? То, что, насколько я помню, у тебя последний альбом будет по определенной концепции выстроен, мы с тобой говорили. Интересный вопрос. Я всегда пытаюсь это сделать, то есть в этих двух альбомах всегда я закладывал какую-то свою, то есть определенную концепцию. Не знаю, люди как бы это слышали, не слышали. Ну, вот, то есть второй альбом у нас был, очень тяжело писался, потому что я, наверное, половину рязанских музыкантов пригласил петь мои песни, подыграть, но там где-то, наверное, человек двадцать, если не меньше, участвовал вообще в создании. То есть была такая грандиозная работа. И песни все-таки получились вроде разные, но я их старался вот по одной цели, то есть в одну историю запихнуть. Не знаю, получилось, не получилось, не мне судить. Что за история? О чем? Я сам тоже иногда что-то делаешь спонтанно, вот, и у тебя в голове потом вырисовывается картинка, а потом ты уже за голову схватаешься и думаешь, да, это вот так оно на самом деле есть. Ну, мне этот альбом был о русской тоске, то есть вот о падении и поднимании человека. Вот, из дна дальше человек идет в свет, потому что у меня альбом этот наш заканчивается молитвой. То есть он начинается так с грязи, с возмущения и всего прочего, а потом уже вот надежда, как всегда. Я стараюсь всегда в свои самые безнадежные тексты изложить надежду, силу и борьбу. С какими планируешь группами посотрудничать в новом альбоме? Или хочешь все-таки своими силами? Нет, ну, эта история уже была, я не хочу повторяться. Мне очень тульские ребята нравятся, то есть мы там тоже часто выступали, они вот музыканты вообще другой формации, то есть у них более вот качественный звук и все прочее, но они более такие вот западные, то есть у нас все-таки больше в Рязани присутствует вот наша вот русскость. Вот, ну, не знаю, время пойдет, покажет, может быть, и захочу что-то так вот еще сделать. Ты в разговоре упомянул про отмену концертов, то есть все-таки где-то вы выступаете? Сейчас очень редкие выступления, потому что, ну, и правда, я на самом деле вот на кузне, то есть и поездки тоже долгое время занимает, и потом за эти поездки как бы надо отрабатывать тоже, так скажем, кушать, семью надо кормить и прочее. Ну, я думаю, я думаю, скоро мы где-нибудь сыграем, по крайней мере, в городе Рязани. Хотя в Рязани особо нас не принимают. Не знаю почему. Больше все равно куда-то вот лучше уехать. Ну, и Мичуринский. Раза два были у нас концерты, там очень хорошо всегда полный зал, полный бар, все, люди врубаются. То есть вот, понимают то, что я выкладываю из себя, то есть то, что мы даем, то, что мы музыкальной составляющей своим отдаем людям. Есть ли у тебя какой-то вот посыл, который ты хочешь донести во всех своих песнях? В принципе, как человек творческий, наверняка у тебя есть какие-то свои такие пустулаты, которые живут в твоей голове, и ты вкладываешь их в кусочек себя, то есть в свои песни. У меня все по-разному. Последнее время прям что-то такое вот идет пессимистическое, но я это в себе давлю, потому что не время сейчас нюни распускать. Вот. Ну, опять же, это все как-то происходит спонтанно, но определенный постулат всегда есть, как я уже говорил, опять же, повторюсь. Вот. Это вот надежда и выход к свету. Обязательно должен быть в любой песне. Все-таки у тебя достаточно интересная концепция твоего нового альбома. Ты мне рассказывал. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Ты говорил, что это будет что-то наподобие сказки. Ну, не то, что сказки. Вот я хотел, вот меня тогда заразил вот этим аудиоспектаклем, и я тоже как-то загорелся вот этой идеей. И я вот так подумал, тоже у меня опять какие-то истории соединяются по песням. То есть, там есть песни, там, как скажем, откровение ребенка приковано к инвалидной коляске. То есть, ну, песня еще старая, еще юношеская. Ну, текст я не стал переделывать. Вот. Есть песни человека, который идет по жизни и ищет справедливость. То есть, это тоже вот как-то вот в стекотворной форме сложено. Есть просто, так скажем, негативное ругательство на некоторых людей, поддерживающих западную культуру и идущих по жизни непонятной стезей, бессмысленной. Вот. Много там чего есть. То есть, это вот как-то, не знаю, либо это будет какой-то диалог, опять же, с темным и светлым. То есть, ну, опять же, это какая-то будет, я думаю, опять борьба. Ты такой интересный человек, Дим. Сейчас будет нескромный вопрос. Ты женат? Да, да. Я 15 лет в браке. Вот. Я очень счастлив. У меня две замечательные дочери. Супруга моя, у нее свой танцевальный коллектив довольно-таки известный в городе Рязани. Там гран-при. Они получали выступления в Питере, в Волгограде. Вот. Болгария. За границей, все прочее. И вот рисунки, которые вот я вожу, это все рисуют дети. Детишки из ее коллектива. Последний раз они прям там и стихи были, и пожелания, что там прям, ну, слезы на глазах. Как принимают бойцы наши вот эти рисунки? Ты наверняка видел эмоции их, когда они получают. Да, да. Вот когда вот везешь делу, всегда у тебя какой-то вот червячок. Ну, думаешь, ну, чего им эти бумажки-то, чего? Получается, там, ну, половина людей, все семейные, все с детьми. Ну, вот им вот эта поддержка вот просто как воздух. Просто как воздух необходимо. Вот потому что, когда вот руки вот эти мозолистые после автомата и лопата, когда окоп копаешь, они вот эти вот рисунки с нежностью берут. Ну, это дорого стоит. Я слышала, что у тебя есть грамоты. Это так? Да, да. От кого? От командования 137-го полка и от Ассоциации ветеранов боевых действий. Но это вот заслуга, это Вадим Гаврилович Дыкин. Он для нас это все дело убивал. Мы и без грамот там работаем, трудимся. Вот, то есть, ну, это тоже, кстати, дорогого стоит. Какие у тебя планы на будущее в музыкальной деятельности мы выяснили, а какие есть планы на будущее в волонтерской деятельности? Может быть, вместе как раз таки с Вадимом Дыкиным разрабатываете что-то новое, какие-то новые модели печей? Не, я человек вот не технический, то есть мне вот мне отдали работу, я вот как это, просто вот, так скажем, как роботы-то делаю. То есть, и там много очень на кузне есть людей-изобретателей. Тут просто вот им всем низкий поклон. Тут настоящие русские мужики. Вот. Ну, планы какие? И еще раз надо съездить, то есть, вот, в груз доставить еще до Валуик. То есть, ну, пока вот, пока, пока надо здесь побыть. Сто речей на один наказ Не отдаст вереща Генбаркас А будет страшно, а ты не луги Нет на свете другой земли Либо соколом, либо потрохом Поле минное надо пройти На самом деле очень приятно встречать по-настоящему талантливых людей, когда музыка сейчас уже превратилась в какой-то набор слов В бизнес И да, в бизнес Спасибо большое, Дим, что пришел к нам сегодня Спасибо и вам, храни вас с вышней Всем ребятам, волонтерам привет В эфире была программа «Городские встречи» и я ее ведущая Кристина Бочкарева До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин